ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как сообщает департамент статистики, это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%. Правительство самое позднее до Пасхи обещает представить уточненный проект бюджета этого года и антиинфляционные меры. По словам премьера Ингрида Щемоните, дополнительные расходы могут быть связаны с повышением пенсий, не облагающегося налогами уровня доходов, выплатой компенсаций тем, кто отапливает жилье газом и электроэнергией или других выплат, которые уже были увеличены с начала этого года. Центробанк предлагает ориентировать антиинфляционные меры на помощь людям, для которых рост цен наиболее болезненный. Для этого в том числе предлагается индексировать величины выплат социальной помощи. Тем временем мнения экономистов разделились. Одни считают, что мы прямо сейчас находимся на пике инфляции, либо этот пик состоится в апреле, а потом темпы роста цен должны замедлиться и снизиться до отметки в 10%. Другие, наоборот, считают, что все только начинается. Так или иначе, банк СЭП уже снизил прогноз роста экономики Литвы до 0,1% за этот год. То есть фактически речь идет о стагнации, если ситуация еще не ухудшится. Если из-за войны в Украине, изоляции России, разрыва в цепочках поставок, в первую очередь энергоресурсов, станет еще хуже, то можно смело предполагать новый пересмотр прогнозов и говорить уже о рецессии. Отдельные риски вокруг возможного продовольственного кризиса. Россия и Украина суммарно поставляли на мировой рынок 30% зерна. Кроме того, большие вопросы с пассивным сезоном, который уже на носу. И это не литовская, а общеевропейская история. После запрета на экспорт белорусских калийных удобрений и отказа России на поставку своих удобрений, урожайность в этом году может оказаться гораздо ниже, чем обычно. А это станет новой точкой давления на цены на продукты питания. Всемирного голода, конечно, не будет, но уже этой осенью, возможно, ценники окажутся принципиально другими. Все это сейчас просчитывается на самом высоком уровне в ЕС, и риски вполне понятны. Такие потери не станут причиной хоть какого-то смягчения в отношении санкционного режима в отношении России. Даже если Кремль резко прекратит боевые действия в Украине и отведет войска. Ущерб за месяц войны нанесен такой, что откатить ситуацию назад уже попросту невозможно. Какой может оказаться подушка безопасности, пока не ясно. Литва, как и другие страны ЕС, публично отказалась покупать российский газ за рубли. Без газа страна не останется. Есть СПГ-терминал в Клайпиде, и он зарезервирован поставками сжиженного газа уже до осени. Газ дороже, но это та цена, которую в сегодняшней ситуации платить необходимо, говорят литовские политики. Литва на уходящей неделе отметила 18-летие с момента вхождения в НАТО. Совершеннолетие совпало с беспрецедентным кризисом безопасности в Европе. Если еще полгода назад присутствие союзников в Литве и других странах Балтии можно было считать символическим, то прямо сейчас ситуация меняется на глазах. В ближайшие два месяца в Литву прибудут около 5000 союзных военных. По-прежнему не на постоянную дислокацию, пока что это учение, но их количество столь плотное, что можно говорить о де-факто постоянном присутствии серьезных сил НАТО в регионе. Кроме солдат, это боевая техника, танки, самолеты, реактивные ракетные системы и так далее. Литва, как известно, значительно повысила расходы на оборону. Полным ходом закупается вооружение. При этом, по словам командующего литовской армией Вальдемара Сарупщица, прямо сейчас угроза со стороны России снизилась. Угроза от России постоянно. Она была, есть и, на мой взгляд, сохраняется. И эта угроза даже будет усиливаться. Но сегодня мы видим, что русские застряли в Украине очень серьезно. Они скованы на украинском фронте, на войне, сказал он журналистам в понедельник. Президент Гитана Сноуседа во вторник призвал НАТО предпринимать дальнейшие решительные действия по обеспечению безопасности балтийских стран. Время политики сдерживания закончилось. Нужно переходить к передовой обороне. В сложившейся ситуации НАТО должен предпринять дальнейшие решительные действия по укреплению безопасности восточного фланга. Обеспечить надлежащее присутствие сил и, что важнее, противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии, цитируются слова Науседы в сообщении канцелярии президента. «Это необходимо, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности», добавил глава страны. «Около 52% опрошенных жителей Литвы присоединились бы к вооруженной обороне государства в случае, если бы на нашу страну напала Россия. А среди военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, этот показатель составляет 70%, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом 15min.lt. В ходе опроса у тысячи взрослых жителей Литвы просили, будут ли они защищать Литву при необходимости с оружием, если на нее нападет Россия. Тем временем Минобороны планируют призывать на воинскую службу больше призывников, чем это было до сегодняшнего дня. Если в последние годы на службу призывалось до 4000 призывников, то отныне планируется на 400 человек больше. Предстоит смена осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии военных контингентов. Перенимающие миссию Испания и Чехия будут патрулировать с 13-ю истребителями. Смена контингента состоялась в четверг. Отдельно свои ВВС в регион направили в США. Закрытие российского консульства в Клайпеде сложный вопрос из-за продолжающегося транзита в Калининградскую область, заявил на неделе министр иностранных дел Габриэль Юсландсбергис. Чиновники опасаются, что в случае закрытия консульства России в Клайпеде Кремль может предпринять аналогичные шаги. В России действуют три консульства Литвы. Ранее премьер Ингрида Щемонити говорила, что Литва не может в одностороннем порядке прекратить транзит в Калининградскую область. Решение об этом может принять только ЕС. На этой неделе Литва также обратилась в ЕС с просьбой профинансировать более строгий контроль сухопутного транзита в российский анклав. Глава МИД Габриэль Юсландсбергис говорит, что президент России Владимир Путин не должен оставаться у власти после того, как Кремль больше месяца назад вторгся в Украину. И все же Запад, по его словам, не планирует интервенции с целью убрать Путина из Кремля, утверждает глава дипломатического ведомства Литвы. Я согласен и поддерживаю позицию президента Америки в этом отношении. Путин не должен оставаться у власти. Видимо, дальнейшее объяснение связано с тем, будут ли применяться какие-то активные меры для смены власти, сказал министр журналистам во вторник. Интервенции государства Запада не планируют, добавил он. После того, как в конце февраля началось российское вторжение, чуть более половины литовцев выделили помощь Украине, показывает опрос, проведенный по заказу БНС компанией Вилморус. Различную помощь подвергшемуся нападению России государству выделила 50,3%. Из них 29% пожертвовали деньги через неправительственные организации. 15,7% пожертвовали вещи, предложили жилье беженцам и помогли другими способами. А 5,6% выделили и финансовую, и другую помощь. И деньги, и другие вещи пожертвовали Украине люди всех социальных положений, независимо от их места жительства, пола или возраста. Потери в результате прекращения коммерческих связей с Россией и Беларусью будут довольно большими, говорит глава рабочей группы Сейма по решению проблем рынка труда. Если будет прекращено экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью, по данным Министерства экономики и инноваций, потери на самом деле будут довольно большими в разных секторах, сказал БНС Юстас Джугялис после состоявшегося в понедельник заседания рабочей группы, на котором обсуждалось прекращение экономических отношений с Россией и Беларусью. По его словам, самые большие потери будут в импорте древесины и металлосырья, потому что импорт этого сырья сейчас составляет значительную часть импорта. Однако парламентарий подчеркнул, что есть возможность заменить все это сырье привозным из других стран. Ну а Литва за неделю с этого месяца не просто возвращается к старому формату расширенных новостей, но мы подготовили сразу несколько премьер. Наш цикл «Балтия-досье» — это 40 коротких историй в видеоформате о жизни в Литве, Латвии и Эстонии. Мы взяли, как нам показалось, самые жизненные темы и сделали о них короткие справки. Например, как живется пенсионерам в трех странах Балтии, какие у них пенсии, что они на них могут себе позволить. Из этой же серии — средняя зарплата, пособие во время декретного отпуска. Или, например, как три нашей страны собираются исполнять решение Еврокомиссии по полному переходу на зеленую энергетику. Там к 2030 году предусмотрена значительную часть автопарка перевести на электромобили или автомобили на водороде. Самые разные темы от участия балтийских компаний в освоении космоса, это может показаться смешно, но на самом деле в этом задействованы десятки ритовских, латвийских и эстонских предприятий. До киноиндустрии, здравоохранения, туризма, гастрономии, демографии, неправительственного сектора, криминалитета, ноу-хау с открытиями и так далее. Мы не задавались целью сделать какое-то глубокое исследование по каждой из тем. Это скорее общая информация, без претензий на новизну и эксклюзив. Во многом справочного характера. Но я уверен, что для многих какие-то эпизоды станут настоящим открытием. Я просто сам по себе это знаю. Когда мы готовили эти материалы, то сталкивались с множеством удивительных вещей для нас самих. Хотя мне казалось, что я сам лично погружен достаточно глубоко в местную специфику. Например, разбирались мы с самыми успешными и дорогими предприятиями во всех трех странах. Оказалось, что в первой десятке доминируют литовские компании. Но главное, я даже не подозревал, что такие-то и такие-то торговые сети, например, находятся в одних руках. Не думал, что второе место в этом списке – это отрасль биотехнологий. Это сотни миллионов евро в год оборота. Очень интересно оказалось углубиться в неофициальное соперничество трех столиц. Вильнюса, Риги и Тарина. Оказалось, что даже на фоне всех европейских средних городов наши столицы в различных категориях входят в топ-10. Например, Вильнюс в последнем рейтинге занял второе место среди всех средних городов Европы. Пропустив вперед только Тюрих. Но Рига и Таллин впереди в отдельных областях. Например, Рига – десятая по логистической доступности, а другие наши столицы вообще не вошли в этот список. А Таллин опережает Вильнюс и Ригу по условиям бизнес-климатом. Мы надеемся, что этот сериал станет долгоиграющим. Он останется актуарным и его можно будет повторять даже через год. А для многих других он откроет глаза на собственные страны. Конечно, он получился таким оптимистически позитивным. Это не отменяет существующие проблемы, но мы и их по возможности старались обозначить. Например, в том же переходе на зеленую экономику с сегодняшней перспективы выглядит маловероятным, что за обозначенный короткий срок... В городах вдруг вырастут сотни тысяч зарядок для электромобилей. Их цена станет настолько привлекательной, что население разом пересядет на такой транспорт. А на крышах многоэтажек, даже в спарных районах вырастут солнечные панели. Все эти серии о жизни в Литве, Латвии и Эстонии мы будем публиковать целых три месяца на нашей платформе в Facebook и других социальных сетях. Кроме того, мы возобновляем наш цикл путешествий по неизвестной Литве – маршруты по самым удивительным местам страны. Этот сериал был в самом разгаре до 24 февраля, но с началом войны мы посчитали некорректным такое развлекательное содержание. С апреля продолжим, несмотря ни на что. И еще один анонс. Мы решили поговорить о медиаграмотности. Манипуляция, фейки, подлоги, откровенное вранье. Как это все отличить и не попасться на крючок? Скоро на сайте и на наших платформах в соцсетях. Скоро увидимся. Всего будет гораздо больше. Субтитры создавал DimaTorzok